Самокаты. Вот уже который сезон они обкатывают улицы города. А этой весной их стало намного больше. Барнаульцы тем временем разделились на два лагеря. У кого-то эти устройства вызывают раздражение и опаску, а для кого-то становятся удобным средством передвижения, особенно в час пик. Ну, а мы попробуем выслушать обе стороны и понять, а возможно ли встроить самокаты в комфортную городскую среду и ни на кого не наехать. Ну, мне страшно, когда разгоняется у меня ребенок. И меня один раз на самокате шибли на старом базаре. Есть дети, которые несовершеннолетние пользуются и не соблюдают скоростной режим. В принципе, так же, как и взрослые пожилые люди, которые тоже недостаточно умелые в этом, то есть в принципе не разбираются. И вот как была ситуация, что бабушка врезалась в автомобиль. Ну, и страшно еще. Опасно. Просто упасть. Мне всегда руку сломала на нем. А пока мы ловили удачные кадры улиц Барнаула, кто-то уже потерял управление. Больно с них падать. Есть и группировка, есть, а нет. Гоняете-то с ветерком. Ну, вот новые правила ПДД ввели. Знаете-то... 25 километров ограничений, да. То есть автоматически там включается, да, видимо, ограничитель? Да. В Барнаул, когда приехали, замечали, что как-то отличается обстановка от Москвы? Ну, в более безопасную сторону отличается. В Москве, конечно, совсем сумасшедшие самокаты, которые прям делают это отдельным направлением транспорта и делают разные кульбиты в опасной близости от пешеходов. В крупных городах мне не очень это... ну, мне страшно. Пока мнения сравнялись. А вот в соцсетях почти 65% горожан проголосовали за то, что самокаты им мешают. Но полностью запретить устройство согласилось меньшинство. Около 40%. 60% все же хотят двухколесных по городу видеть. А кто-то рассказывает, что спотыкается об эти устройства. Ведь некоторые самокатчики бросают их, где придется. Только бросают они, где попало. Просто пришла, вот здесь прям, людям не подойти. Вообще ничего. Нам удалось поговорить с одной из прокатных компаний. От официальных комментариев они отказались, но рассказали, что будут увеличивать количество сотрудников, которые расставляют самокаты, чтобы уменьшить бардак на парковках. В Комитете по дорожному хозяйству Барнаула отметили, что на сегодняшний день пока соглашений о взаимодействии с самокатным бизнесом у города нет. Но о ситуации знают и держат ее на контроле. Большинство городов идет по пути заключения соглашения, где определены места парковки, медленные зоны движения и другие важные моменты. Однако сразу встает вопрос контроля исполнения соглашения. Кто будет этим заниматься и как повлиять в случае неисполнения таких договоренностей? Эксперты подчеркивают, чтобы удобнее встроить самокаты в город, нужно окончательно определиться с их статусом. Непонятно, насколько востребован самокат именно как транспорт. Пока больше как развлечение. Если это будет развлечение, понятно, это значит сразу, что это будут места рекреации, парки, аллеи, бульвары. Если бы это развивалось как транспорт, тогда понятно, что это будут какие-то транспортные артерии, там Ленинский, Павловский, Тракт. А вот в ГИБДД самокаты уже взяли под прицел, признали транспортным средством и наложили ограничения. До 25 км в час по тротуарам, штрафы за пьяную езду и катание больше двух человек на одном устройстве. Но статистика ДТП сохраняется. За текущий период на территории Алтайского края к административной ответственности было предвлечено 128 лиц, управлявших средствами индивидуальной мобильности. С их участием произошло три дорожно-транспортных происшествия, в которых получили травмы четыре человека. Кстати, в Париже, несмотря на огромное количество велодорожек, похожую проблему решили кардинально. Путем голосования граждане просто запретили аренду самокатов. За 22-й год в таких ДТП у них погибли три человека, а пострадали больше 450. По какому пути пойдет наша страна, пока неизвестно. Просто запретами, наверное, это не решить. Ну, как бы, точно так же, как, скажем, вопрос с воздушным пространством. Вот мы не знаем пока, как его использовать. Вот эти давно бы уже дроны доставляли нам что-нибудь. И сами по себе самокаты, они неплохие и нехорошие. Поэтому нужна правовая база, нужна какая-то структурность. Может быть, в Барнауле назрело время провести какой-нибудь круглый сток. Также эксперты подчеркнули, что потенциал Барнаула для создания в нем компактной и удобной среды есть. А самокаты – неизбежный виток технического прогресса. Ведь ПДД для автомобилей разработали всего 100 лет назад. А самокаты так и вовсе лишь на старте своей популярности. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком.